Сотрудниками следственного отдела СКР по городу Краснотуринску предъявлено обвинение 38-летней жительницы города Карпинск Юлии, в квартире которой в октябре этого года был найден полугодовалый ребенок с тяжелой формой истощения. Сыщики обвиняют женщину в покушении на убийство малолетнего, а также в неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенных с жестоким обращением. Тау, как и многие другие российские СМИ, рассказывала о жуткой находке, сделанной подругами Юлии, пришедшими на день рождения ее сына в ее квартиру. Услышав странные звуки, доносящиеся из спальни, и воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры ушла на балкон курить, одна из подруг открыла платяной шкаф, в котором находилась спортивная сумка, а в ней изможденный младенец. К своим шестим месяцам Полина весила меньше, чем новорожденный ребенок – 3,2 кг. Юлия изначально утверждала, что это не ее дочь, что присмотреть за девочкой ее попросила знакомая, которая затем куда-то исчезла. Но подруги припомнили, что именно Юлия полгода назад ходила беременной, но так и не ушла в декретный отпуск и не рассказала им, как разрешилось от бремени. Позже Юлины родители рассказали журналистам, что и сами не знали о беременности своей дочери, но, поговорив с ней, выяснили, что Полину родила все-таки она. Родила в тайне и последующие полгода эту тайну сохраняла, поскольку не знала, кто отец ее ребенка – законный супруг, с которым к тому времени она уже рассталась, или новый ухажер. В предъявленном Юлии обвинении, в частности, говорится. С момента рождения, в конце апреля, до начала октября 2020 года, женщина, действуя умышленно из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем первого года жизни. Выражалось это в том, что женщина систематически на длительное время оставляла девочку одну, не предоставляла ей воды и питания. Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма. Развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержки физического развития и иным неблагоприятным последствиям. Смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми, обвиняемой и передана правоохранительным органам. Впоследствии ребенку было обеспечено оказание квалифицированной медицинской помощи. Действительно, обнаружив ребенка у своей подруги, гости Юлии дали ей ночь, чтобы та думалась и сама сообщила в поликлинику о своей новорожденной дочери, явно нуждающейся в медицинской помощи. А когда та не смогла это сделать, сделали это за нее. Ребенка поместили в больницу, а через несколько дней муж одной из Юлиных подруг обнаружил у своей жены видеозапись, сделанную в момент нахождения ребенка, и выложил ее в соцсети. После этого события начали происходить лавинообразно. Видео попало в СМИ. В Краснотуринскую больницу, где лежала маленькая Полина, вылетел вертолет Центра медицины катастроф, чтобы перевезти девочку в Екатеринбург. Полиция и СКР начали расследование. Подключились уполномоченные по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и в России Анна Кузнецова. Саму Юлию отправили в психбольницу для обследования. Ее старших детей, 13-летнего сына и трехлетнюю дочь, передали бабушкам-дедушкам. Бывший муж, родители Юлии и ее подруга оказались на федеральных ток-шоу. Единственное, что не произошло за эти два с лишним месяца, так и не были озвучены данные генетической экспертизы, чей же все-таки это ребенок был найден в шкафу. Сейчас маленькая Полина почти набрала вес соответствующего возрасту. Смеется, играет с погремушками и временно помещена в дом малютки в Екатеринбурге. Юля, выйдя из больницы, предстала перед судом. Следователи добивались для нее домашнего ареста, но суд лишь ограничил ее свободу, запретив покидать ночью свою квартиру и менять место жительства. Взявши опеку над старшими детьми Юлии, родители женщины продолжают собирать документы, чтобы забрать из приюта и младшую. Они не скрывают своей надежды, что после того, как уляжется шум, их дочь сможет вернуть свои родительские права на детей. Но осыщики продолжают расследование и готовятся довести до суда дело о покушении на убийство малолетнего.